Мы нашли лайфхак. Вот так мы спасли со шнепотом. Хахмадолин тот еще. Люди, тикток, вещь. Постоянно смотрим, умиляемся. Диета была. Когда-то. Запомнили, записали. Берите, это самые вкусные шоколадки. Но мы на диете, помните? Какой-то капец. Он нам, если честно, не очень понравился. Кто знает, тот знает. Кто не знает, тому не надо. Честно, это да. Я на детоксе сидеть не смогу. На конфет как бы с удовольствием. Привет, репетульки. Спасибо, что заглянули на наш канал. Это вот так вот классно. Да, если подпишетесь, если не подписаны еще, то вообще шикарно. Вообще шикарно. Лайки, комменты. И еще шикарнее. Да, мы еще больше обрадуемся. Так вот, а сейчас мы хотим показать вам фокус-покус. Недавно вы наблюдали видео, что мы получили посылку из Беларуси. И там наши вещи были просто настолько искомяканы. Из одного места. Да, как будто из одного места. И мы нашли лайфхак. А точнее не мы, а моя мама посмотрела в ТикТоке. Моя мама тоже смотрит ТикТоке. И подсказала нам лайфхак, который оказался рабочим. Покажем, Сашок? Покажем. Сейчас. Если вы помните, что было до, и вот это то, что после. Это как, ну, почти новое. Да. Потому что... И при этом мы не воспользовались подпаривательным ничем. Просто нам понадобилось просто водичка. Вот так мы спасли, Саш, на пальто. И теперь мы должны спасти мое пальто. Точнее, мой тренч. Я надеюсь... Ну, слушай, если с твоим пальто что-то получилось... У тебя было хуже? Да. А, наверное. Да, рукава были просто... Тащи, давай, тащи мое. У меня есть где-то пшикалка, и я набрала воды. Польского. Собоучитель польского? Псс-псс. Ой, Сашка такой... Слушай, хохмадулин тот еще. Так, вот Сашка притащил мой тренч. Ну, как бы состояние... Состояние, вот, как говорится, до. Ох, вы видите, оно было в каком-то нехорошем месте, и кто-то... За это еще деньги собрал. Угу. Ладно, короче, что уже об этом говорить. Надо спасать этот тренч. И мы планируем спасти его точно таким же способом, как и Саша на пальтотишку. Да. Давай, тащи эту штуку. И начнем пшикать. Так. И вот так обильно я буду распределять. И потом я вам покажу уже после, если оно будет. Получается, что вот, видно, что плащ полностью мокрый. И теперь мы его сейчас куда-нибудь повесим. Пусть он отвиснет. Да, Сашка? Пусть он отвиснет и высыхает, и выпрямляется. И я покажу вам, что будет после. На самом деле, я сама не знаю, что будет после. Но очень надеюсь, что он выпрямится, этот тренч. И можно будет его уносить. Да? Да. Прошел вечер, и теперь я готова вам показать, что стало после моего тренча. И я уже видела ее просто, ну, мягко говоря, немножко в удивлении, потому что я не ожидала, что это сработает на моем тренче. Я видела, что сработало на Сашину пальто, но я почему-то думала, что вот такая ткань, как в моем тренче, скорее всего, не сработает. И вы сейчас увидите, и тоже удивитесь. Так, ты ничего не видно? Так, наверное, получше. И вот сейчас мы вам готовы показать уже поближе. Видите, все ровно, все отпарилось. Без пара. Да, вообще без пара, то есть вот рукава прямые. Вообще нету. Тут вот были такие всякие мяки. Ну, тут вот чуть-чуть осталось, но это неважно. Внизу тоже все очень хорошо отошло. Ну, конечно, надо его пройти будет вот этой липучкой. Ну, да. Ну, уже перед употреблением. Ну, как? Офигеть. И не нужен никакой отпариватель. Я в шоке, если честно. И это все ТикТок. Люди. ТикТок вещь. Да? Ну, иногда. Хорошая вещь. Срочная новость. У нас во дворе вот такой смешной щеночек бегает. Его называем Глист. Очень часто они каждый день выходят гулять, по многу раз в день. И мы постоянно смотрим, умеяемся. Я сейчас собиралась выходить. Я такая смотрю в ящик. А там вот это. То есть на наше имя отдельно прислали, я не знаю, листовки, газетки с Сельгроса. Типа мы подписаны на них или что? Ну, мы просто образовывали карту. Ну, да. И они теперь нам будут присылать журналы. Какого? Газетки. Мы тогда сегодня вечером туда собирались. Они знали, что мы идем к ним в гости. Короче, ладно, дома потом посмотрим, что это просто газетки. Три штуки. Зачем это? Я такой первый раз вижу. Типа, ну и что, что он подписает? Они теперь нам будут это присылать? Я думала, может, с Китая что-то пришло. Так что журналы. Ладно, все, пошла я. А мы опять приехали в Сельгрос. За небольшим закупом. Оставайтесь с нами. Надеюсь, небольшой вряд. Короче, оставайтесь с нами. Мы покажем, что купили. Вот магазинчик. Опа, че. Вот и все. Диета была. Мы меня потеряли. Вы меня потеряли. Посмотрите. Это тофи огромное. Помните, мы покупали такую огромную луку? Киндер. Ой, киндер. Сашка, забери меня. А еще это самые мои любимые конфеты. Вот это вот, Паш. И вот еще. Подушечка мне обложить. Ну, вообще, мы всегда Рафаэлу ведим на какой-то праздник. Потому что я не могу остановиться. Да. Сашка, скажи, сколько я их съедаю? Я помню, у нас было... Да, Колька, у нас постоянно много вот таких конфет на праздник. Я их съедаю просто за вечер. Я сажусь, включаю ведешку. Одна, вторая, третья, десятая. И, оп, и закончились. Вот это, кстати, конфеты я не очень люблю. А, Коль? Я не пробовал. Это мажорные очень. Да почему? Ну, они дороже Рафаэлл. Они в два раза дороже. 40. Ну, что? Вот это вкуснее. Только смотри, сколько грамм, сколько грамм. А тут написано, сколько грамм? 270 грамм всего. А здесь? Если честно, я не хочу никакой диеты уже. А здесь сколько? А, а здесь? 350. Тут дороже. 28 Рафаэлл. Ой, Феррер. Вот они мне не очень нравятся. Ну, тут коробка красивая. Сашка, а тебе какие конфеты нравятся? Признайте. Ну, Рафаэллы неплохие, но тофи-фиме мне, наверное, больше нравятся. Поэтому надо смотреть скидки. Пусть делают. Да. Честно говоря, я думаю, что, я конечно точно знаю, но если вы знаете, напишите, вы делаете какие-нибудь рождественские скидки? На конфеты. Я очень жду. Ой, с трудом. Оля раскопала нужный чай. Помните, мы покупали тут жасминовый? Да, такой же. Он оказался нереальный. Мы его выпили уже давным-давно. Я такая думаю, но больше нет. И нашла коробку, написано жасмин грин-ти. Ты ключ какой-нибудь. Я надеюсь, это законно то, что мы делаем. Да, наверное, он. Блин, не ругайтесь на колесарях, если мы делаем. Да все мы нормально делаем. Я просто увидела чай, захотела его. Это мы за ним шли. А сколько стоит? Вот запоминайте, он нереально вкусный. Он стоит 10. А, да, 10. Но не дешево. Ну да, но он классный. Так, запомнили, записали, берите. Он очень классный. А еще тут есть ербамате разных видов. Ну, мы пока не хотим. Не, я бы уже тот не выпил. Можно найти, если что. А вот у тебя какой красивый грин-ти. Какая лакшерная баночка. Ну да, тут что-то сверху, да, такая. Зеркало? Нет. Прикольно. Обычно, кстати, если вот такие красивые банки, то невкусный чай. Не всегда. Ну, часто невкусный. О, мы еще один чай хотим попробовать. Где ты, Сашка? Тут есть на скидке такой вот. Мы еще вот этот и рыбий брали. Да, он был вкусный. Тоже вкусный. Он как холодный, как лимонад. Мне очень понравилось. И хотим какой-то вот из этих взять. Мы видели, вот сейчас женщина-полька взяла. Она взяла несколько видов. Получается, он 3,66. А, это сейчас скидка. Да, он на скидке. Их очень много видов. Можно выбирать. Повыбирать. Это оказался австрийский чай. И мы остановились на свит чай. Кстати, его осталось вот. Там тоже коробка еще. Это что-то откроет, да. Но, значит, мы сделали вывод, что его разбирают. И можно попробовать. И вообще вкусы интересные. Тут есть. Очень разные. Прикольно. Я не только два. Два чая. Еще кое-что впереди. У нас уже столько чая. Они выпиваются. Да, мы их быстро выпиваем. Сейчас, внимание, вы просто должны это видеть. Это самые вкусные шоколадки. Это вкуснее, чем сникерс. Это вкуснее, чем любой батончик на свете. А вот эти для нас? Это открытие. Да. По 40, да, одинаково. Это просто для нас открытие. Вот это немецкие техноперсы. Мы в тот раз собрали их и просто обожрались. Очень вкусно. Сашка, бери несколько упаковок. Так, а в чем отличие? В чем отличие? А, это сарайс? А, не, сарайс? Мне интересно. Мне интересно. А вот с кокосом. Смотри, вот есть кокосовое. Ну, я не знаю, кокосовое. Такое еще средненькое. Может быть, не очень вкусное. Не, давай вот эти. Вот мы точно знаем, что у них вкусное. Несколько уж не вкусное. И еще Сашка увидел пикник. Я лет 10, наверное, его уже не пробовал. Реально. Кстати, в детстве пикник, это, наверное, одна из самых вкусных вафелек такая вот была. Короче, берем. Но мы на диете, помните? Мы на диете, и все законно. Поэтому раз в недельку. Раз в недельку, да, можно. Так, но мы решили не останавливаться на супервкусных кноперсах. Ну, мы еще пробовали батончики, но не пробовали такие вафли. Поэтому мы взяли их три штучки. Как раз как-нибудь сожрем. Да, Сашка? Ну, вы помните, мы на диете, и у меня уже минус два килограмма. Ну, я боюсь, что скоро будет еще плюс два. Пришли тут в раздел с чем? Смеси какие-то? Смеси готовые. И тут как бы все смешать, добавить яйцо. И должно получиться вот то, что на картинках. Я никогда не пролола. Какой-то купец. Ну, и думаю, что не буду, потому что у нас нет ни миксера, ничего. Да, это соль. И мы не едим сладкое. Так, тут джемы. Лович, джем. Я хочу с ракитником. Ракитник сверху. А, нет. Вот, смотри. А сколько стоять? Ракитник, Сашка, сколько стоять? Он есть открытый. Где? А, вот. 660, по-моему. Это мой любимый джем. И уже треть... А, вторая. Или вторая. Вторая банка. Кстати, этот бренд Лович. Нам тоже советовали в комментариях, так что мы пользуемся. Да, с удовольствием, советуем. Спасибо вам. И ставьте там лайки, пожалуйста. Ой. Все. Зашли тут еще в отдел для супов. И вот, это типа заготовка для журок, которую мы как-то пробовали один раз давно. Он нам, если честно, не очень понравился. Вообще. Ну, нам интересно. Он будет кислый слишком. Да, может мы сами как-нибудь еще хотим попробовать сделать, но это надо собраться с мыслями. С мыслями. Просто мы не знаем, как его готовить. Ну, найти легко. Ну, типа на закваске. Найти легко. Но я думаю, что нужно, наверное, купить готовый бульон. Ну, вряд ли мы сами будем его заквашивать. Ну, тут заготовый бульон и там попробовать. Ну, мы как-нибудь попробуем обязательно. Быстро сейчас пробежимся, покажем, что мы купили. Мы уже на выход. Так, мы взяли, как всегда, наши любимые дошики, чеки корейские. Разные, да. Так, что мы тут еще не показывали? Суши, сыр. Так мы все не показывали. Суши, сыр. Потом хаки. Чаи мы кноперы показывали, да. Чаи, кноперы. Сашка взял какие-то пива, три бутылки. Вот какие-то, ой, я вообще не знаю. Просит про чекал. Про чекал? Есть какой-то сайт, где Сашка, расскажи сам, где ты чекаешь. Да, ну, есть приложение, там есть рейтинг пива. Можно чекинить. Оставишь ссылку, нет? Не зумал ли? Приложение. А, приложение. Есть сайт, есть сайт. Кто знает, тот знает. Кто не знает, тот знает. Кто не знает, тот знает. Так, взяли, смотрите, какие тут палочки. Палочки с урими. То есть это обычные кровопалки. О, я взяла, посмотрела по своим... Смяты? Да, калории. Написано менты. Посмотрела в своем приложении, и как раз мне вот этот детокс калорий. Там всего лишь 13 калорий. Короче, я хотела сказать, что как раз я вписываюсь сегодня, и мне еще остается пожевать, что ли. Так, что-нибудь пожевать, да. Дальше мы взяли, Сашка взял сушеную... Как это я слил? Курагаву. Сушеную курагу. Кашку будет есть. Потом авоканда. А, авоканда сказали, кноперсы показали. Ну, и шесть разных супчиков, пополнить запасы. А у нас уже закончились. Мы взяли вот такую, чекен, рамен. Грибной. Грибной. Потом вот такую еще какую-то лапшичку. Кимча. Вот это кимчи, вообще интересно. Какую-то луковую. И какую-то луковую взяли. Креветка. О, а вот это самый вкусный. Он маленький, конечно. Он маленький, но он очень вкусный, помнишь? Ну и все, вот такой у нас небольшой закупчик. Пошли? Да, пора. Пойдем. Платить по счетам. По счетам. Так, закуп окончен. Потратили до двадцать пять злотых. Ну, почти все двадцать шесть. Да. Но самое интересное, это смотрите, нам дали... Дали бумажку. Оказывается, мы показывали, Саша купил пила. И вот эти три бутылки можно вернуть. Да, они по шестьдесят гроши. Только надо еще изучить, где их вообще возвращать. Потому никогда не думали, не знали. Просто выкидывали бутылки всегда. Может... И вернется, типа, с лотой восемь. Ну, хотя бы. Буду, может, знать. Итак, отзыв про детокс. Сейчас я попробую, чтобы вспомнить, как это ужасно на вкус. Я просто уже один раз попробовала. Да. Честно, это да. Блин, как невкусный этот детокс, Сашка. Попробуй потом. Короче, на вкус. Это мятная вода. Вообще не чувствуется ни манго. Что тут еще? Манго и мята. Манго я не чувствую. Я чувствую только... Вот просто как будто в воде замочили мяту. Вот такая на вкус. Оно, естественно, без сахара. Ну, точнее, тут углеводов никаких нет. Короче, невкусно. Не знаю. Ну, конечно, 13 калорий на 100 грамм. Ну, честно говоря, лучше просто воду выпить. Ноль калорий. Да. Эффект будет точно такой же. Короче, я на детоксе сидеть не смогу. На конфет как бы с удовольствием. А на детоксе не получается. Миллиард лет не ела вот этот пикник. Ну, только в детстве. Сашка тоже. Я откушу кусочек. Так как, напоминаю, я на диете. Сколько раз я уже в этом видео сказала, что я на диете. Ну, просто хочется. Сейчас попробуем и скажу, так же вкусно, как в детстве или нет. Я знаю, что там должны быть и юм, и орешки. Ребята, это вам не детокс. Это так вкусно. Сейчас мы бросаем детокс и бежим покупать пикник. Ну, это очень вкусно. Это просто... Если бы не моя диета, я бы все съела. Так он же вкуснее. Ладно, все остальное Сашке. А я на диетоксе. Смотрите, Сашка. Сашка стырил. Прям с рук. Давай, Сашка, ешь. Давай, расскажи, какие твои эмоции. Давай, вот так вот прям. Как в рекламе. О, ой, вот так. Как в рекламе пикника. Да. Классно. Райское наслаждение. Мне нравится вот именно это сочетание. Такое вот не Сникерс, не Баунс. Там нету вафельки. Там получаются воздушные вот эти рисинки. Прикольно. И изюм вот здесь, хотя я его обычно не люблю. И знаете, что там? Карамелька. Он такой вкусный. Она так вот все слепляет. Шоколад, карамелька. Слепляет орешки. Вот эти вот воздушные рисинки. Как это вкус. Приятная тесешка аппетита.